С нами на связи Сергей Грабский, военный эксперт. Сергей Маратович, приветствуем вас. Доброе утро. Мы к ракетам, с вашего позволения, со стороны Канады еще перейдем. В частности, обсудим те риски, которые сегодня озвучивает Канада в вопросе транспортировки и так далее. Но все же я хочу вернуться к словам как раз Ильи Евлаша. Он говорит о том, что недооценивать противника не стоит. Мы об этом с вами, лично с вами, Сергей Маратович, говорим в каждый наш эфир. С первого дня полномасштабного вторжения мы об этом говорим, что все-таки обесценивание противника приводит к поражениям. Поэтому не стоит этого делать. Я о другом хотела бы спросить, что все-таки позволило. Потому что если мы говорим о количественном составе, все-таки преимущество Российской Федерации. Если мы это понимаем, это логика, потому что страна в вопросе населения достаточно серьезно имеет преимущество. Поэтому есть кого мобилизовать. Вот так я позволю себе сказать. Но что все-таки удалось сделать силам обороны Украины, вооруженным силам Украины, чтобы минимизировать вопрос, скажу как есть, даже поставки и логистики личного состава на фронт. Это все-таки умение вооруженными силами Украинами обрезать логистические пуди. Что еще позволило украинской стороне все-таки достичь успешных результатов в этом вопросе? Ну, знаете, вопрос очень объемлющий. Вряд ли мы за две минуты ответим на него. Но, скажем так, конечно же, украинская армия, во-первых, понимая, с кем она имеет дело, а мы, в общем-то, учились по одним учебникам и разбираемся, и знаем алгоритмы действий противника, построила свою тактику на нелинейности ответа. То есть, речь идет не о том, что мы пытаемся удержать в классическом виде там наши позиции, сражаясь до последнего солдата, а мы ведем маневренные операции, именно учитывая и используя методы маневренной обороны. То есть, при необходимости отходим, наносим фланговые удары и наносим поражение противнику. Кроме того, следует помнить, что Украина, действуя, опять же, методами нелинейной тактики, там, где можно, использует нестандартные боеприпасы, к использованию которых Россия просто не готова. Противодействуем. Речь идет о тех же дронах. Повторю еще раз, FPV-дроны не могут заменить весь спектр артиллерийского вооружения, но они серьезно способствуют рассредоточению наших ресурсов, с возможностью наносить их в самых неожиданных местах, самым неожиданным образом. Конечно же, мы говорим о том, что наша разведка позволяет более точно обнаруживать цели противника и наносить упреждающий удар. Маневр артиллерии и однозначное интеллектуальное превосходство в контрбатарейной борьбе точно так же влияет на характер боевых действий. И то, что являлось всегда традиционной слабой стороной России, это невозможность обеспечить тотальное прикрытие с воздуха своих наступающих подразделений. Они просто не умеют бороться с этими дронами. И российская авиация используется только как вспомогательное орудие. То есть проводить классические операции в стиле второй половины XX века российская армия пытается, неся существенные потери, но не может, исходя из того, что она столкнулась с сопротивлением стороны, которая прекрасно понимает, как российская сторона действует. Что касается логистики, то традиционно логистика российской армии базировалась именно на железных дорогах, и мы это прекрасно понимаем. А слабым звеном был именно подвоз к передовой. То есть недостаточное количество именно транспортных средств, автомобильных средств для обеспечения подвоза личного состава, техники, припасов тоже является слабой стороной. И достаточно посмотреть на статистику, которую публикует Генеральный штаб Украины, чтобы посмотреть, как методично и последовательно мы уничтожаем это звено российской армии. То есть посмотрите, какое количество образовых автомобилей уже уничтожено. И российская армия тоже испытывает недостаток в средствах транспортирования. И один еще важный аспект – это недостаточность средств медицинской эвакуации, что ведет к дополнительным потерям, уже вторичным потерям российских оккупантов. Интересно, Сергей, вы сказали о невозможности защитить технику от дронов. Тем не менее, российские военкоры, Минобороны Российской Федерации, в целом, военная сфера говорит о эффективности так называемых мангалов, как их часто называют, наваренных таких себе конструкций на технику. И часто это могут быть и сетки, и прочее, прочее. Что якобы они конкретно защищают технику, такую более важную для российских оккупантов, чем люди непосредственно, защищают технику от дронов, попаданий и прочего. Правильно я понимаю, что эти наваренные конструкции на технику не являются такими эффективными. Они априори не могут быть эффективными, потому что, да, они могут защитить от дрона, который сбрасывает некий боеприпас, в общем-то, размером с гранатой РПГ или гранату обычную противопехотную, или гранату подствольного миномета, да. Но нужно понимать, что против этого танка можно использовать не один дрон, а несколько. То есть разрушается этот мангал достаточно эффективно, буквально несколькими подрывами. А потом наносится дополнительный удар. Это один вариант. Следующий вариант – это нанесение ударов как бы дроном, камикадзе, обходя, собственно, этот экран сверху и нанося удар в машинное отделение танка. Тоже как вариант действия. И, знаете, в общем-то, мангал – это примитив на уровне начала 20-го века. В общем-то, целесообразно было бы России, если она позиционирует себя как такая выдающаяся высокотехнологическая держава, разработать какие-то методы противодействия уже в сфере радиоэлектронной борьбы, чтобы минимизировать возможность подлета дрона, собственно, к танку, а не закрываться дополнительными железками, которые, кстати, ограничивают в том числе и маневры экипажа. То есть, если надо куда-то залезть, вылезти и так далее и тому подобное. То есть, это как бы достаточно примитивное средство, которое не может гарантировать стопроцентную защиту. А бороться с радиоэлектронными средствами Украины тоже достаточно сложно, потому что, знаете, и сильной, и слабой стороной, а это всегда присутствует в процессе, есть множественность производства дронов, которые используют разные частоты. И подавить вот эти частоты, ну, просто сложно технически, поэтому танки противника вынуждены использовать такие примитивные средства защиты, как они думают. Но, опять же, мы понимаем, что это очень относительно, и давайте не забывать, что они увеличивают силы от танка и демаскируют его в том числе. То есть, они хороши на уровне походного и предбоевого порядка, но при развертывании в боевый порядок, ну, этот мангал вряд ли поможет оккупантам. Несколько дней тому назад Forbes, американская редакция, писала как раз о возможностях украинских в плане беспилотных аппаратов в контексте борьбы будущей и нынешней на Купинском направлении. В контексте Купинска журналисты Forbes писали о том, что Россия сосредотачивает на этом направлении около 500 танков, 600 БМП и сотни артиллерийских установок, конкретно для прямого штурма Купинска непосредственно. Эти данные отвечают ли реальности, во-первых? И, во-вторых, насколько правильно я понимаю, что в нынешних условиях даже 600 танков, 500 БМП вряд ли смогут помочь российским оккупантам пройти к Купинску в целом? С этими данными можно согласиться. Даже можно сказать, что это дополнительные силы и средства, потому что, в общем-то, с осени мы говорили о том, что российские оккупанты накопили на этом направлении более 100 тысяч личного состава. То есть дополнительные 40 тысяч вполне возможно, и Россия может себе это позволить. Что касается 500 танков, 600 БМП, может ли Россия атаковать? Да, может атаковать, но, в общем-то, если мы говорим о том вероятном уровне потерь, которые она принесет, то даже если они дойдут до Купинска, потому что исключить этого мы не можем, если у нас достаточно ограниченное количество боеприпасов, и нам нужно для того, чтобы хоть как-то компенсировать дроны, боеприпасы нужно дроны в значительно больших количествах. Так, если даже брать по весу боевой части снаряда противотанкового, то нам нужно 4-6 дронов для того, чтобы быть эквивалентным тому потенциалу, который имеет снаряд. То есть прорваться не могут, но эти потери могут быть очень-очень сильные, и, в общем-то, это будет такая первая победа противника. Плюс, как я уже говорил, Россия не может эффективно прикрыть свои боевые порядки с воздуха, то есть эти танковые колонны, мощные танковые колонны, они одновременно и маломаневренные, и малоподвижные, то есть они могут стать объектом уничтожения нашими огневыми средствами. И нужно понимать, что при выявлении этой колонны на этапе боевого походного порядка, в общем-то, достаточно нанести поражение в начале, в конце, и повредить несколько танков в середине колонны, для того, чтобы эта колонна потеряла боевой порядок. А если она при этом еще находится на минном поле, то, соответственно, при попытке обхода поврежденных машин подрываются и другие машины. То есть, собственно, без прямого присутствия личного состава украинских сил обороны можно нанести удар этой колонне. Поэтому противник будет пытаться действовать массой, пытаясь провалить именно мясом и железом, проломить нашу оборону. На это и делается расчет. Поэтому будем откровенны, нас ждет достаточно серьезное испытание на этом направлении, если противник таки и решится проводить наступательные действия. Сергей Маратович, еще хочу один момент у вас уточнить. Какова здесь взаимосвязь? Вчерашняя новость, но очень важная на самом деле. Вот немножечко сейчас процитирую для того, чтобы было дословно, чтобы было понимание нашим зрителям, о чем идет речь. Москва изменила режим на границе между двумя украинскими регионами, которые оккупированы российскими войсками. Пока на пунктах пограничного контроля все по-прежнему, но решение может свидетельствовать о подготовке территории к возможной активизации боевых действий на юге Украины. Введен особый режим пересечения границы между аннексированным Крымским полуостровом и оккупированной частью Херсонской области. Будет осуществляться такой же контроль, как на государственной границе Российской Федерации. Это указ со стороны Российской Федерации. И я у вас хочу все-таки спросить. Я также добавлю, это КПП касается Армянск, Перекоп, Джанкой. Два железнодорожных Армянск, также и Джанкой. Все они должны быть оборудованы, как переходы на государственные границы. Об этом говорится как раз в этом указе, я его открыла. Мне этих пунктов пересекать административную границу запрещено. Связываете вы это с тем, что я сейчас озвучила, что все-таки активизация там может произойти, боевых действий на юге Украины, хотя там бои и так продолжаются. Но все же. Либо же есть еще ряд сопутствующих факторов, о чем свидетельствует такое решение, такой указ со стороны Российской Федерации. Вы знаете, да, если в первом приближении мы можем говорить о том, что скорее всего противник усиливает фильтрационные мероприятия с целью минимизировать проникновение на территорию временно оккупированного Крыма, украинские диверсионные группы, ограничить движение по этому направлению, то есть произвести такие фильтрационные методы. И это является следствием наших серьезных атак на Крым, ударов, которые мы наносим, высокоточные удары, и в общем-то противник должен принимать какие-то меры. Свидетельствует ли это о том, что в ближайшем будущем будет активизация боевых действий? Навряд ли, потому что противник сейчас более сосредоточен на восточном направлении, пытаясь решить задачи именно восточного фронта, поэтому говорить о активизации боевых действий вряд ли приходится. Поэтому давайте пока остановимся на этом предположении, что противник проводит, как они их называют, контртеррористические и контрпартизанские методы, меры на границе между временно оккупированной территорией Херсонской области и временно оккупированным Крымом. Сергей, в конце также важный аспект. Аналитики в последнее время поднимают такую тему, учитывая задержку определенную со стороны Соединенных Штатов Америки до последнего времени Европейского Союза помощи Украине в контексте определенного снарядного голода, о котором говорят ныне ваши коллеги также в плане украинской армии. Американский институт изучения войны днями писал о том, что со ссылкой на источники, аналитиков своих также, что, возможно, украинским силам обороны придется выбирать, какое из направлений, какое из регионов будет защищаться активнее, наверное, правильно так будет говорить, который будет лучше защищаться, что ли, если совсем грубо сказать. Учитывая то, что на левобережье Херсонской области, в целом Запорожской части области оккупированной Херсонской области, российские оккупанты, по словам Натальи Гуменюк, напомню, что это представительница силы обороны Юга Украины, вооруженных сил Украины, она говорила, что там 70 тысяч российских военных. Естественно, плюс техника и прочее, прочее. Ваши коллеги говорят о том, что местоположение украинских военных на левобережье Херсонской области, к рынке, они негативно действуют, якобы, на возможности украинских сил обороны. Можем ли мы предполагать, что как раз аспект защиты левобережья Херсонской области может быть отложен в силу других важных факторов, других направлений, которые, возможно, будут более приоритетными? Ну, вполне вероятно. Вполне вероятно. Нужно понимать следующее, что, в общем-то, при нашем огромном желании удерживать все позиции при наличии тех средств, которые мы имеем в нашем распоряжении, достаточно сложно. Причем нужно понимать, какую цену мы платим за удерживание позиций на левом берегу. Достаточно посмотреть множественные видеоматериалы, чтобы увидеть, что каждое плавсредство, которое появляется на реке, подвергается просто шквальному огню со стороны противника. И даже обеспечить ту группировку войск, которая находится сейчас на левом берегу, достаточно сложно и затратно с точки зрения потерь, с точки зрения обеспечения именно подвоза. Поэтому мы можем предположить, что такие тяжелые, но необходимые решения могут быть прияты или отложены по времени. То есть все зависит от того, насколько противник будет активно действовать на этом направлении. Пока мы говорим о том, что наши подразделения на левом берегу позволяют вести активную оборону, но как будет развиваться ситуация в будущем, посмотрим. Это зависит именно от уровня обеспечения и снабжения сил обороны Украины. Сергей Маратович, огромная вам благодарность за участие в нашем эфире. Сергей Грабский, военный эксперт, был с нами на связи.